Здравствуйте! Тема нашего урока – особенности внешнего строения беспозвоночных и позвоночных животных. Сегодня вы узнаете об особенностях внешнего строения беспозвоночных и позвоночных животных, а также научитесь описывать отличительные признаки беспозвоночных и позвоночных животных. Мы продолжаем изучение классификации живых организмов. Сегодня наше внимание будет уделено царству животных. Распределите представленных на слайде животных на две группы. Данных животных можно объединить в две группы. Беспозвоночные, то есть те животные, у которых нет внутреннего скелета, и позвоночные животные, имеющие внутренний скелет. Вспомним о том, что царство животных принадлежит эукариотам – империи клеточных организмов, а также по строению живые организмы делятся на одноклеточные и многоклеточные организмы. Мы уже знаем, что большой вклад в развитие систематики внёс Карл Линней. Но следует отметить, что он в основном уделял внимание систематике растений. В систематике животных же он допустил большое количество неточностей, которые впоследствии были выявлены и исправлены Жан-Батистом Ламарком. Он сравнивал их внутреннее строение. В результате его научной деятельности систематика животных значительно улучшилась и стала ближе к современной. В частности, он поделил всех животных на две большие группы – беспозвоночные и позвоночные. Ламарк отнёс к беспозвоночным всех животных, у которых нет внутреннего скелета и позвоночника. Также у беспозвоночных нет ни хрящевого, ни костного черепа. Основные типы беспозвоночных. Самыми примитивными представителями царства животных являются одноклеточные. Они образуют тип простейших. Первые настоящие многоклеточные животные, клетки которых ещё мало отличаются друг от друга, будут относиться к типу губок. Эти обитатели океана пассивно питаются частицами, которые отфильтровывают из воды. Следующие в эволюции беспозвоночных животных – это тип кишечно-полосные. У них формируется два слоя клеток. Эктодерма – это наружный слой, и энтодерма – внутренний слой. Основными представителями являются коралловые полипы, медузы, пресноводные гидры. После кишечно-полосных появляются животные, состоящие уже из трёх слоёв клеток. У них также есть мышечная система. Первыми из таких животных образовался тип плоские черви. Их очень легко отличить от других червей, так как их тело уплощённое с двух сторон. За это их и называют плоскими. Основными представителями являются планария и широкий лентец. Следом за плоскими возник более совершенный тип круглых червей. По-другому их называют нематоды. Для нематод характерна двусторонняя симметрия тела. Само тело округлое в поперечном сечении, что и обусловило ещё одно название типа. Нематоды передвигаются поочерёдно, сокращая спинные и брюшные полоски мышц. Основными представителями являются луковая и картофельная нематоды. Следующий в эволюции беспозвоночных стоит тип кольчатых червей. Тело кольчатых червей отличается от других тем, что оно разделяется на отдельные колечки, сегменты. Покровы кольчатых червей – кожно-мускульный мешок. В них много желёз, выделяющих слизь. Эта слизь способствует газообмену через покровы. К ним относятся такие животные, как пьявки, дождевые черви, ниреиды, серпулиды. От древних кольчатых червей произошли моллюски, членистоногие и предки позвоночных животных. Тип моллюски – это двусторонне симметричные мягкотелые животные. Тело моллюсков состоит из трёх отделов – головы, туловища и ноги, имеющие раковину и мантию. Между мантией и телом моллюсков находится мантийная полость, которая сообщается с окружающей средой. Основными представителями являются осьминоги, улитки, устрицы, каракатицы и многие другие. Тип членистоногие – это двусторонне симметричные животные. Они имеют сегментированное тело и членистые конечности, с чем и связано название членистоногие. Наружный покров членистоногих пропитан особым органическим веществом – хитином. Хитин – это природное соединение группы сложного сахара. Он защищает тело и выполняет функцию наружного скелета – панциря. Членистоногие делятся на три класса – ракообразные, паукообразные и насекомые. Главным признаком позвоночных животных является наличие внутреннего скелета. Скелет акул и скатов состоит из хряща. У высших рыб и у других позвоночных большая часть хряща заменяется костью. Скелет наземных животных служит для передвижения и поддерживает тело над поверхностью земли. Основные классы позвоночных. Все животные, имеющие позвоночник или хорду, являются представителями типа хордовых. Те животные, у которых формируется позвоночник и череп, относятся к подтипу черепных или позвоночных. Подтип позвоночных включает в себя следующие классы. Класс хрящевые рыбы, костные рыбы, класс земноводные, класс присмыкающиеся, класс птицы и класс млекопитающие. У всех данных животных имеется позвоночник и череп. А теперь мы с вами выполним задание на закрепление сегодняшнего урока. Задание первое. Опираясь на рисунки животных, разделите представителей на две группы «беспозвоночные» и «позвоночные». Правильный ответ. К беспозвоночным будут относиться следующие животные – бабочка, саранча, улитка и жук-олень. К позвоночным – рыбопарусник, сова, апоссум. Задание второе. Укажите насекомое, состоящее из хитина, твёрдого вещества с внешним каркасом. Предлагаю вашему вниманию правильный ответ. Насекомое, состоящее из хитина, твёрдого вещества с внешним каркасом, будет являться жук. Задание третье. Заполните схему. В пустые квадратики вы должны вписать основные классы позвоночных животных. Правильный ответ. К основным классам позвоночных животных будут относиться следующие. Хрящевые рыбы, костные рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Задание четвёртое. Допишите предложение. Правильный ответ. Тип плоские черви легко отличить от других червей, так как их тело уплощённое с двух сторон. За это их называют плоскими. Тело у нематод округлое в поперечном сечении, что и обусловило ещё одно название круглые черви. Тело кольчатых червей отличается от остальных тем, что оно разделяется на отдельные колечки, сегменты. Давайте подведём итоги урока. Сегодня вы узнали об основных особенностях внешнего строения беспозвоночных и позвоночных животных, а также научились описывать отличительные признаки беспозвоночных и позвоночных. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова